и снова всем здравствуйте решил пройтись по городу до остановки в районе своем посмотреть как ходит транспорт и спросить у людей как они ощутили на сегодняшний транспортную новую реформу поехали вот и смог к стоит на месте автобусов нет у нас все встали есть а вы откуда Я повернулась, у меня там рюкзак. Ну, где есть техникум среди многих зверообслуживаний? Это в центре на Солковского. Кондуктор, скажите, альборники бесплатно ездят? Нет. Почему? Потому что на него ездили. А Кузя сказал, что бесплатно все будут ездить. Понятно. Информируем. Информируем людей. Ну, тем же, что и я. Ну, и как вам транспортная реформа? Мы только информируем. Только информируете? А автобусы где? Мне до семьи находятся. Ну, автобусами мы не распоряжаемся. Да. Вообще, пятый маршрут убрали. Вам какой маршрут нужен? Мне посмотреть, как ходит транспорт, как льготники ездят. А куда вам нужно доехать? Да в любую точку города. Не, ну это не ответ. Как не ответ? В любую точку города каждый автобус не ездит. Согласитесь, пятый маршрут убрали, двадцатый убрали. Смотря в какую точку города-то вам ездят. Ну, хорошо. В любую это такси. Да? А транспортная реформа как? Вот возьмите. Да не надо, я уже все это прочитал давным-давно. Кузнецов сказал, что льготники будут ездить бесплатно. Сейчас спросил у 345-го, сказал, ничего подобного, платить. Ну, вообще, сегодня бесплатный проезд. А почему сейчас сказали платить? А, кроме 345-го, да? Да. А почему он не бесплатный? А зачем я это вот получал, а? Вот это вот я зачем получал. Ой, это у вас совершенно другое проезд. Знаете, жители Курбаса? Это другое. Другое. Это, знаете, вы сделали для себя. И он вот нарядил костюм. Мы ничего не делали. Мы стоим здесь. Против все были. Против все были этой реформы. Конечно были. И почему бы вы не спросили? А этому Кузнецову от Рижа к нему на прием. За этих квартирных. Что скажете по транспортной реформе? Да херня это, по-моему. Я до Абашева добраться не могу. Раньше я мог сесть, уехать. Да. Муниципально. Вы знаете, у меня есть прямая линия. Прямая линия. Я трижды к нему на прием записывался. И трижды он откладывал. Насчет квартир. Который у меня договор мены с ним был. Сейчас же мы про транспорт разговариваем. А это все к одному идет. Он ни хрена не может сделать. Ему оттуда сверху установку дали и все. Потому что я был на приеме у господина Тулеева в свое время, когда трагедия была на Ульяновской. Он там одно говорил, а по телевизору через 2,5 часа совершенно другое. Как он этого Неверова гнал оттуда. Пиар устраивал. Я сам бывший в профсоюзной работе. Гнал его в Госдуму. Да. Два срока ты отсидел у меня, на третий срок ты не пойдешь. Это его слова. Только он быстро что-то на Алтайский край мотался. Двадцатка ходила через каждые 2 минуты 3, 5 от силы. Сейчас вот сколько стою, еще ни одной двадцатки нет. А и не будет их. И не будет, да? Их нет. Вот знаете, для чего мы здесь находимся? Для того, чтобы узнать ваше мнение, чтобы донести его. Я не здешняя, не местная. Я не могу вам ничего сказать. Хорошего, нехорошего. Ну мне, конечно, не нравится. Я вот вообще в шоке. Ну вот видите. Нет, чтобы это, допустим, я понимаю, что есть какие-то реформы. Должны быть, может быть. Но почему это летом не сделать? Или в теплое время года. Тогда, когда начинаются холода и морозы, и людям стоять просто на улице. Не каждый может разобраться. Я вот вообще не здешняя. Я из города Прокопьевска. Я не могу вам ничего сказать. А здесь вы как оказались? Ну, я бы здесь работаю. А, ну вот вам же неудобно. Ну, я не могу просто подрабатывать. Ну, неудобно. Вот я поэтому и пришла поинтересоваться. А расписание... Так поэтому мы вас и спрашиваем. Я вам ничего такого нового не скажу. Ну, мне, допустим, вот я в шоке. Мне не нравится это все. Шоке все. Вот, вот. Никому не нравится, все возмущаются здесь, а никто никакие действия не делает. Я бы ничего так... Ну, пошла бы во сколько мне надо. И то все равно. А утром же и детей нужно водить. Почему это летом? Я нигде раз жду этого. Вот я что. Мы живы, ехем, я кем на Москву уехал. Какой транспорт вам нужен? Мне в Абашево нужно. В Абашево на пятом. Правильно? Ну, я на пятерке, на двадцатке добиралась. Потому что я живу там, в Новобайдаевке, ну, в том районе вот. Мне удобно было. Я прямо вышла, раз... И мне удобно, я сама работаю. Вот. А на чем вот так? И вечером, да, вот, а я до восьми часов работаю, где-то примерно полдевятого, ну, я на остановку прихожу. На чем добираться домой? Время-то полдевятого вечера, не утра. Какому мы спрашиваем, чтобы донести это до мэра города, чтобы... Думаете, получится? А он не знает. Пускай он приходит сюда, и вот здесь стоит с нами вместе. Донесите, пускай приходит на остановку, и стоит, ждет вместе со всеми. Не на машинах ездит, а на транспорте общечном, который с другого конца города. И вот посмотрим... Еще администрацию с тобой пусть захватит, не забудет. Чтоб стояли вместе с нами и мерзли здесь. Чего ему доносить? Вот донесите, пускай приедет сюда, вот и вместе с нами стоит. Донести ему. Вот бесполезно. Чего, как добираться? Пешком! Пешком! А что там, а что за советчик? Ну это хотят мнение довести до Кузнецова. Какое ваше мнение? И вот ее, боже мой. Вот так вот. Какое мнение может быть? Чужие, я говорю. Сволочь. Я родился в Абасово, 55 лет прожил там. Да не говори, я говорю... Пятерка все время ходила. Пременцы, блядь, на людях делают, блядь, мразь. Вы что, не читали газеты, что этот Питер автор с Питера выгнали? А я читал газеты. Сука, наоборот, пандемия должен своим, а он своих, я, сука, полишал работать, блядь. Какой он? Мэр, блядь. Он бизнесмен. Минут 15 простояли, вот в 345-х два штуки прошло всего. Больше нет транспорта. Не-не-не, это... 27-й. Не быть пушистыми и мягкими, а просто... А он тоже мимо куда-то поехал. А он куда уже... 27-й. Говорите. А? Вы говорите. А что говорить-то? Кузнецов, приходи на остановку вместе со своей администрацией, стой тут и жди со всеми вместе. Транспорт. Мы посмотрим, какая у тебя реформа получилась. Она не у меня получилась. Дистанция полтора метра, почему не соблюдается? Сегодня еще так... На вокзале, на вокзале, знаешь, сколько народу? Они 345-й же не заходили вперед. Там народу будет. Идем на остановку Томусинскую. Как вам транспортная реформа? Конечно, на работу с ними 3 часа ехали. 3 часа до работы ехали? Да. Так долго? 9 часов приехал. С Октябрьского, блядь, до Аглафабрики. Делали. Надо было не сразу, а постепенно, блядь. И летом. Да, и шубмаршрутки ходили, хотя бы. Они маршрутки не знают, как у меня. Ну, сейчас мне на авто уходят. Рассказываете, да, все? Рассказываете людям, как не замерзнуть на морозе? Вам тоже нравится такая реформа, да? Нет, не нравится. Не нравится? У меня от нас зависит, к сожалению. Ну, тут не почему. Мы просто информируем людей, чтобы хоть как-то решить. Мы попросили помочь, мы пытаемся. Помочь в чем? Довести? Ну, как разобраться людям. Разобраться, да. На каком автобусе куда дают? Вот. Никаких нету, автобусов-то. Ну, никаких нету, можно сказать. Как вам такая реформа? Можно по-русски сказать? Я филолог по образованию, извините, пожалуйста. Нормально. Вас снимали. Вас снимали. Меня? Ну да. Камера вы. Ну, и вы правильно сделали. Я покажу вас. Всем. Третья остановка, третье недовольство. Вас устраивает реформа транспортная? Я редко езжу. Редко ездите, да? Ну, ничего. Придет время, испытайте. А вы снимаете на камеру? Да. Одним словом, вы тоже недовольны, да? Да. Ну, лично мне не нравится. Тебе нравится? Да, по-моему, никому не нравится. Все довольны. Все замерзли, все довольны. Пойдем дальше. Никого? Все пешком, наверное, идут. Вообще, говорю, народу никого пешком, наверное, все идут. Сейчас только 345-й прошел. Но он по 25 рублей, не для пенсионеров. Вот сколько бабушка постояла уже? Я? Ну, уже, наверное, не до 15. Пойдем. Ну, не в нашу сторону идут, видите? Если бы шли в нашу, мы бы уехали. Раньше все равно... Вот в вашу идет. Так он 25 рублей, а мы же бесплатно. Понятно все. Что ничего не понятно. Так, все. Все. В иностранец. Что? 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 Во-ностранец. Что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы же снимаете, да? Вот идите, посмотрите, дети. Какие у детей у нее? Она стоит. Так она уже давно стоит. Ну а дети-то околели все. Вы давно уже стоите? Минут 30, наверное, больше? Больше. А какой автобус ждете? 56-й. 56-й? Так он только строго по расписанию ходит? Да, по расписанию ходит. Ну он раньше ходил час-двадцать или час-пятнадцать, а сейчас сделали через дружбу. Мы сделали через дружбу его, и он теперь на 20 минут больше идет, протяженность его. 62-й убрали, все убрали, сделали его через дружбу. Вот. И все, и мы теперь стоите, ждите. И расписание нету, все, кто-то сорвал. Ну взяли бы вы, дети, взяли бы, позвонили, сказали, расписание сорвали. Они трубки не берут. А 23-й? 23-й ходит. Ходит, да? Какой уберут? 27-й. 27-й завтра уберут? Не завтра, а через неделю. 28-й. Иду на Фисковскую улицу, на остановку. Посмотрю, как тут обстоят дела. Остановка Садына. Скажите, как вам транспортная реформа? Не поняли? Пятерка здесь больше ходить не будет? Не слышали? Не слышали? Вообще не будет ходить. 345-й здесь тоже больше ходить не будет? Я читала. Только там. Кто они? Всем стоят на тех остановках, рассказывают волонтеры. А здесь нет никого. Сейчас люди придут и будут ждать 35-й. Или пятерочку. И не дождутся. Кто-то на работу опознает. Вот такой маршрут у нас сегодня прошелся по городу с транспортной реформой. Прогулялся. Посмотрел. Люди возмущаются. Администрацию никто выловить не может. Телефоны не отвечают. Коллапс. Ну все. Всем здоровья. До свидания. И терпения.